Поставь лайк, если хотел бы оказаться в параллельной вселенной, где учителя вместо уроков заставляют играть в игры. А также советую посмотреть две предыдущие части, иначе ничего не поймёшь. Ссылки ждут тебя в описании. Приятного просмотра! Ой, чуть не забыл, ещё напиши топовый комментарий, и тогда в следующем ролике увидишь свой канал. Короче говоря, параллельный мир. Не удивляйтесь, я решил почитать. Просто мне надоело бездельничать параллельной вселенной. Конечно, играть приставку днями и ночами напролёт это круто, но рано или поздно даже игры надоедают. Никогда не думал, что выберу книгу вместо приставки, но походу параллельная вселенная повлияла на меня в положительную сторону. Я понял, что нужно браться за ум, учиться и развиваться. Хотел обрадовать Андрея, но его не было дома. Странно, я не слышал, чтобы он куда-то уходил. Зайдя на кухню, увидел прибор, который выкинул. О нет, я ведь его предупреждал! Ох, ну круто, вообще не выспался. Сегодня мне приснился очень странный сон, в котором Коля исполнял главную роль. Я пытался вспомнить этот сон до мельчайших подробностей, но в голове была каша. Какой-то прибор из Китая, брат куда-то исчезал, потом появлялся, одним словом, бредятина. Я решил не забивать голову ненужными мыслями и начал кушать кашу. О, здорово, лысый! Здорово, волосатый! Снова эту гадость хабаешь? Я ведь тебя предупреждал, кушай только чипсы и газировку. Ты головой ударился. Не понял, как ты со мной разговариваешь? Сегодня в школу не идешь, ты наказан. Что это было? Я сидел несколько минут в недоумении и не мог понять. Очкастый меня наказал за то, что я кушал кашу, а наказание не идти в школу. Он явно сошел с ума, я решил поговорить с братом и разобраться в чем дело. Но то, что было дальше, удивило меня еще сильнее. Это не то, о чем ты подумал. А о чем я должен подумать? Ты вроде бы просто читал книгу. Или там фотки девчонок? К сожалению, фоток нет. Но все равно, Андрей, я умоляю тебя, умоляю. Не рассказывай никому, что я читал. Меня посадят за это. Посадят? В смысле, в тюрьму посадят? За то, что ты читал? Ты чего, дурачком, прикидывайся? Да, посадят тюрьму. Такое главное не нервничать. О, Андрей, давай так. Я дам тебе деньги на карманные расходы, а ты за это будешь держать язык со зубами. Что? Мне не послышалось. Коля даст деньги на карманные расходы. Я начал смеяться. Откуда у моего брата деньги? Вот. Надеюсь, мы с тобой договорились. Коля, откуда у тебя столько? Вот когда закончишь школу на двойке, устроишься на хорошую работу, тогда и поймешь, откуда у меня столько денег. Подожди, я уже давно закончил школу. У тебя кукушка поехала? Ты получаешь одни пятерки, поэтому каждый раз тебя оставляют на второй год в школе. Ну ты чушь, городиш. Сейчас я позвоню своему начальнику, и он все подтвердит. Алло? Алло, Андрей, как раз хотел тебе звонить. А вы кто? Как кто? Директор школы Иван Иванович. Тут учителя жалуются на тебя, говорят, что ты знаешь ответы на все вопросы. Каждую руку тянешь руку к доске. А когда Ирина Владимировна забыла знать домашнее задание, то ты ей на пол. Если так будет продолжаться, нам придется снова оставить тебя на второй год. Ааа, понял. С Колей все в порядке. Это, наверное, я схожу с ума. О, снова он приперся. Ну иди открывай, это явно твой дружочек-пирожочек. Я попил водички, походу мне не здоровится. В дверь продолжали звонить. Я открыл, это был Вадик. Он обрадовался, когда увидел меня, я не особо. Сразу позвал Колю, а сам присел и начал размышлять. Андрей, в чем дело? Как в чем? К тебе друг пришел. Какой друг? Ты слепой, вот стоит рядом. Андрей, ты приболел? Я с Колей никогда не дружил. Мы с тобой лучшие друзья. Я тебя вообще ненавижу. Стоимно. Это что, какой-то розыгрыш? Чего, молчите? Ладно, пошутили немного и хватит. Коля и Вадик смотрели на меня, как на сумасшедшего. Может, у меня и правда поехала кукушка. Подождите, а что, если все дело в сегодняшнем сне? Вдруг оттого, все был не сон. Вадик подсел ко мне и стал расспрашивать, в чем дело. Я попросил не отвлекать меня. Он обиделся. Мы молча сидели несколько минут. Было немного неловко. Вадик решил разрядить обстановку и предложил мандаринку. Я отказался. Он сильно не расстроился. Почистил ее и начал кушать кожуру. Я чуть не блеванул. Ты точно не будешь? Точнее, не бывает. Мне нужно подышать свежим воздухом. Ну, ладненько. Мне больше достанется. Это просто шутки. Меня закрывают. О, папа Зин, здравствуйте. Здравствуй, Андрюшка. Скажите, вы замечали, что-нибудь странное в последнее время? Ну, я не припоминаю. Фух, ну слава богу. Кстати, моя помощь нужна еще. Какая помощь? Ну, ты ведь вчера просил меня помочь шкаф перенести. Чего? Перенести шкаф? Вы серьезно? А ты чего так удивляешься? Твою и сломаетесь. Вы ведь старенькая. Все верно. Чем старше человек, тем кости и мышцы его сильнее. Поэтому ты меня и попросил. Да ни о чем я вас не просил. Ой, как же надоели эти наркоманы. Нет, нет, нет. Я сплю. Это просто сон. Сейчас я проснусь. Ну же. Черт, не проснулся. Андрей, Андрей, ты меня слышишь? Коля? Да, это я. Приготовься. Сейчас тебе будет чутка неприятно. Что? Коля? Я все вспомнил. Прости меня. Какой же я дура, что не послушал тебя. Да ладно, прощаю. Только давай избавимся от этой штуковины. Раз и навсегда. И желательно побыстрее. Согласен. Стоп. Ты это слышишь? Слук какой-то странный. Андрей! Да, чтобы арестовать. Стоять, Джо. Тебе больше некуда деться. Походи с поднятыми руками. Капитан Патрик, я ждал вас. Не делай глупостей, Джо. Пам меня живым не взять. Черт, тебе так просто от меня не уйти. Вадик! Кажется, в этот раз наша игра зашла слишком далеко. Раньше мы играли с игрушечными пистолетами, пока я не нашел травмат брата. Думал, что с ним буду выглядеть круче, но в итоге случайно стрельнул Вадику в голову. Я не растерялся и сразу же позвонил в скорую. К моему счастью, все обошлось. Через два часа мы уже возвращались домой. Моему другу наложили пять швов и хорошенько забинтовали голову. Коля, а что ты делаешь у меня дома? Все в полном порядке. Просто Вадику сделали укол анестезии. Врач меня предупредил и сказал, что через несколько часов это пройдет. Ну и плюс, небольшое сотрясение дает о себе знать. Да вообще-то ты у меня дома. И хватит меня щипать, успокойся. Решил его родителям пока ничего не говорить. А потом, когда Вадик придет в себя, уже придумаем, что с этим делать. Ты можешь стоять? Да, конечно. Дружище! Бегу, бегу, бегу. Подожди, бегу. Все, бегу, бегу. Ты как, ты как? Что? Коленька, я давно хотел сказать тебе. Что ты хотел мне сказать? Я... Я... Я терпеть не могу математичку. Фух, я уже о другом подумал. Ничего страшного. Мы ей ничего не скажем. Правильно. Это разобьет ей сердце. Чтобы мой друг окончательно не убился, я посадил его на стул. Пусть немного отдохнет. Вроде бы сидит. Отлично. Но я поищу что-нибудь покушать. Из еды нашелся только кусочек недоеденной утром колбасы. Пойдет. Вадику теперь все равно, что есть. Ой. Вадик? Бегу. Видимо, ему противопоказано любое положение, кроме лежачего. Нужно заставить Вадика поспать. Так он себя точно не покалечит. Я потащил его в комнату и уложил на кровать. Постой-ка. А сказку? Какую сказку? Лучше фильм на телефоне посмотри. Вот, боевик. Убедившись, что Вадик притих, я начал думать, как теперь все объяснить его родителям. Если они узнают правду, то мне полный трындец. А с Вадиком в его состоянии договориться, чтобы он ничего не рассказывал, невозможно. Внезапно из комнаты, где лежал Вадик, послышались какие-то странные звуки. Прибежал на помощь. А Вадик, видимо, рассмотревшись фильма, решил, что он главный герой боевика. И начал драться с воображаемыми врагами. Вадик. А, вот и ты. Я ждал тебя. Вадик, успокойся. Тебе надо поспать. Как бы не так. Тихо, Вадик. Успокойся. Не подходи. Твою шнули. С такими падениями Вадик точно никогда не очухается. Я потащил друга на диван. Однако в этот момент вернулся Андрей. Коля, а что вы тут делаете? А это у нас игра такая. А с Вадиком что? А что с ним? С ним все в порядке. Вот смотри. Привет, Андрей. А у нас все хорошо, мы тут играем. Коля, не смешно, что с ним? А, он пьян. Точно так. Он напился, как скотина. И не стыдно тебе? Очкастый не смешно. Последний раз спрашиваю. Ну ладно. Мы просто играли. Вадик упал и расшиб голову. Пришлось ее зашивать. Ему вкололи анестезию. И он от нее еще не отошел. Андрей не догадался, что я подстрелил Вадика из его пистолета. Раз работала с братом, значит работает и с родителями Вадика. Осталось только дождаться, пока он проснется. Спустя какое-то время Андрей вернулся. Он был явно не в настроении. Коля, слушаю тебя левым ухом. Ты подстрелил Вадика из моего пистолета? Откуда ты? То есть, с чего ты взял? Мне звонили из больницы. Сказали, что Вадиком заинтересовалась полиция. И теперь мы с тобой подозреваемые. Ой-ой, братишка. Я все объясню. Я случайно взял твой травмат, чтобы поиграть. А он выстрелил. Чувствую, он сейчас тоже случайно выстрелил. Андрей, не кипятись ты. Ох. Вот же черт, Вадик. Напугал. Ой, мамочки, что теперь делать? Что делать, что делать? Снимать штаны и бегать. Коля, ты дурак? Не понял. В скорую звони. О, теперь понял. Алло, скорая. Не забудь поставить лайк, подписаться и включить колокольчик, потому что новые видосики выходят каждую среду и субботу в 10.00 по московскому времени. А также посмотри все остальные ролики на нашем канале. Ну и не забудь посоветовать своим друзьям. Удачи тебе и до новых встреч. Пока.